Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро, 8 мая, среда, мы начинаем Утро на Болткоме. Сегодня в студии работает Абби Келкен, Алена Борисова, наш бессменный утренний звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас уже перед нами директор госканцелярии Янис Цитковский, с этот первый час мы проведем вместе. Далее посмотрим, что пишут латышские газеты, а после чего в следующем часе поговорим о заявлении омбудсмена, который считает, что в работу государственных независимых учреждений все чаще вмешиваются политики. Мы начинаем. Директор госканцелярии Янис Цитковский, с у нас в гостях доброе утро. Доброе утро. Может быть, по горячим следам, вот с 1 мая вступил закон о защите информаторов, так называемый «трауксмесцелой», что в дословном переводе с латышского «закон о поднятии тревоги». Может быть, стоит напомнить радиослушателям, что это закон, направленный на защиту сотрудников, сообщающих о нарушениях своего работодателя, да, и законопроект описывает в том числе и различные механизмы защиты тех людей, которые решили сообщить о нарушениях. Но ваше учреждение будет тем местом, который, согласно закону, будет обобщать эти все заявления о нарушениях и предоставлять различную помощь, в том числе вот поддержку так называемым информаторам, да. Вот как это будет происходить, может быть, поясните, пожалуйста. То есть, сам закон предусматривает возможность людям, которые хотят информировать о нарушениях, о правонарушениях в своем институции, в своем предприятии. То есть, первый этап – это внутренняя система оповещения. В организациях свыше 50 рабочих должна иметься система внутреннего оповещения, доверенные лица, которым можно обращаться, информировать о правонарушениях. Если работник не уверен или боится, что внутренняя проблема не решится, или после подачи заявления ничего не изменилось, он может обратиться напрямую в государственную структуру. Конкретные компетентные институции, например, по вопросам коррупции, это Бюро по борьбе и предвращению коррупции, по другим вопросам другие институции. Если человек не знает, куда обращаться, тогда он может получить консультацию в госканцелярии. В госканцелярии, согласно закону, так называемый контактный пункт, где можно получить консультацию, можно обратиться с заявлением, и госканцелярия уже переправит конкретное заявление в службу, которая уже компетентно рассматривает конкретное заявление. В наших полномочиях тоже обобщать информацию, мы создали веб-сайт, как поднимать тревогу там вся информация, в каких случаях, какую защиту можно получить от государства, куда обращаться, целый список с компетентными институциями, и так далее. Если вы имеете информацию о правонарушениях на вашем рабочем месте, и если вы не знаете, куда обращаться, тогда сможете спокойно посетить этот веб-сайт или обратиться в госканцелярию за консультацией. Да, вот телефон прямого эфира, только напомню для тех, кто хочет позвонить нашему гостю, задать свои вопросы, 672-12-939, 672-13-939, и номер WhatsApp или SMS... 2061-91, да. Вот что касается этого закона, Таракс Мессела и возмутителей спокойствия, чтобы нашим радиослушателям было понятно, это все-таки больше относится к государственным структурам, государственным институциям, или если вот человек заметил какие-то нарушения, не знаю, в частной сфере, в той компании частной, а у нас большинство компаний частной, в которой он работает, его закон тоже может защитить? В полной мере, как и частному сектору, так и публичному сектору. Например, какие случаи могут быть в частном секторе? Например, вы производите или строите какое-то здание, знаю, большой хипермакер или жилой дом, и вы знаете, вы видите, что не совсем порядка со строительными нормами, с безопасностью. Такое бывает, да. А вы производите лекарства и знаете, что не совсем порядки с качеством, а ваше предприятие сливает какие-то воды, отходы, да, не совсем чистые. Проблемы другого вопроса. Например, вы знаете, что ваши коллеги дают взятки каким-то чиновникам. В таких случаях вы можете обратиться к государству, и государство вас защитит. Что я думаю под словами «защитит». То есть, и до этого момента вы спокойно могли обращаться в государственные структуры с такой информацией. Но люди боялись. Люди боялись от того, что они потеряют работу, они боялись за себя, за свою семью, за своих близких. Закон предусматривает, какие гарантии. То есть, начиная от юридической помощи, освобождение от госпошлин, если необходимо производить какие-то дела производства в судах. Это временная защита в каких-то случаях, в гражданском процессе или административном процессе. Это компенсации, и материальные, и моральные компенсации. В случае, если относительно вас ваш работодатель принял какие-то негативные меры, имеете негативные последствия, и на действующий момент уже законопроект об административной ответственности работодателю, который относительно вас принял какие-то неблагоприятные последствия. Например, уволил. Да, например, уволил моббинг, боссинг, уменьшение заработной платы и так далее. И в таких случаях уже сам работодатель должен доказать, что не было никаких негативных последствий. Если имеется заявление, и оно признано, то есть, что человек поднял тревогу, тогда уже проблема работодателя доказать, что не было никакого негативного влияния на конкретного работника. А чем продиктован в принципе необходимый закон, этот опыт позаимствован? Да. То есть, вы говорите о том, что люди боятся сотрудники заявлять на своих работодателей, сообщать о нарушениях. А откуда это известно? В том числе о частном секторе. Так, если мы смотрим, в целом в Европе, в десяти странах уже имеются такого рода законы. Наши соседи, литовцы, тоже с 1 января имеют закон, который в силе. Американцы имеют тоже такого рода закон. Мы видим, что практика международная такова, что закон способствует устранению разного рода нарушений. Люди более активно информируют о нарушениях. И мы видим в латвийском обществе, что люди много разговаривают о том, что мы знаем о случаях коррупции и других правонарушений. Даже о зарплатах в конвертах можно поговорить в том числе. Да. Именно закон предусматривает тоже неуплату налогов разного вида схемы с НДС, неуплаты с НДС, зарплаты в конвертах и так далее. Это именно те случаи, когда вы можете информировать конкретные государственные структуры. Но нужно понимать, что в тех случаях, когда проблема касается только вас, вы не будете признаны тем лицом, который поднял тревогу. То есть, подниматель тревоги поднимает тревогу в интересах общества. То есть, он защищает интересы общества. Если у вас какой-то личный конфликт с работодателем, например, по поводу, не знаю, невыплаты, заработной платы, увольнений и так далее, и это не связано с какими-то интересами общества, тогда это как бы личный вопрос, который рассматривается в обычном порядке. Но если вы поднимаете тревогу, как я, например, говорил о проблеме с безопасностью в каком-то здании, предприятии, коррупции и так далее, эти вопросы, которые касаются всеобщества, и если в этом случае потерпели какие-то негативные санкции, тогда вас защищает государство. Как вам кажется, не нужна ли будет какая-то, не знаю, информационная, разъяснительная работа? Потому что, ну, по крайней мере, ведь мы понимаем, что люди живут в реальном мире, особенно те, кто работает в частном секторе, и они всегда могут сказать, что, ну, понимаете, да, государство меня защитит, может быть, я даже выиграю суд, может быть, даже мне частная компания выплатит какую-то компенсацию, но я ведь живу в этой стране, ну, я пойду в суд, все равно фамилия моя будет известна, но вряд ли другие работодатели после этого захотят взять меня на работу. Ну, страна небольшая, все друг друга знают, скажем так, да, не кажется ли вам, что все-таки какая-то определенная разъяснительная работа будет нужна? Да, что касается разъяснительной работы, в госканцелярии произвела опрос населения о том, насколько готово население сигнализировать, чтобы улучшить жизнь Латвии, и мы получили ответ, что примерно 69% готовы что-то делать, чтобы мы жили лучше, и мы видим, что чем старше люди, тем больше они готовы, они понимают, что от этого зависит их благосостояние, и то, что мы видим, да, что более половины населения не знает конкретно, что означает поднимать тревогу. Поэтому в середине апреля госканцелярия начала информационную кампанию, она продлится до середины сентября, под названием «Видишь, слышишь, говоришь» о том, что если вы знаете, видите правонарушение, тогда, пожалуйста, информируйте. И подробно информируем о том, в каких случаях можно информировать, какие гарантии предусматривает. Тот вопрос, который вы задали по поводу, если человек информирует, потом его уволили, все узнали, как бы раскрыли, кто информировал. Один из принципов понимания тревоги, что тот, кто подал заявление, заявление псейдоанонимизация происходит, то есть не разглашается информация, кто подал конкретное заявление. Но если кто-то вычислил предприятие, маленькое, и какими-то методами, надо понимать, что со стороны работодателей не всегда такое плохое отношение к тем людям, которые информируют. Надо понимать, что на действующий день все большие предприятия, особенно с международным капиталом, уже имеют внутреннюю систему оповещения. Даже частные компании. Даже частные компании, большие, особенно с международным капиталом. То есть это уже порядки вещей. Например, на прошлой неделе я был на Латвийском радио и представитель бывшего ЦЕМАКСа. Уже 13 лет, как имеют такую систему, системы работают и очень эффективны. И сами владельцы заинтересованы, чтобы… Очень заинтересованы, чтобы люди информировали о тех правонарушениях, потому что во многих случаях правонарушения имеются на среднем уровне. И руководство предприятия даже не знает, что, например, менеджеры среднего уровня вытворяют в конкретном предприятии. В их интересах это устранить. Потому что это им ущерб, да? Ущерб им, ущерб репутации. И потом это будет дорого стоить. Дешевле создать такую систему и стимулировать тоже рабочих. В Америке это повсеместно, кстати говоря. В Америке повсеместно, Америка другую систему тоже, они поощряют материально тех, которые сообщают о правонарушениях. И там огромную сумму выплачивается, конкретный процент от того ущерба, который предотвратили. Предотвратили, да? Да, от того, что кто-то сообщил. Наши соседи-литовцы тоже такую практику ввели. Там максимальный обмер выплаты 1900 евро тем людям, которые информируют о правонарушениях. Ну, пока не имея информации, чтобы кто-то получил. Потому что закон тоже только 4 месяца проработал. Но интересная практика. Ну, в принципе, это американский подход к проблеме. Чисто с бизнесом, подход с бизнесом. Если есть проблема, вы информировали, получили компенсацию. Нет ли такой опасности? Ну, люди, может быть, старшего поколения, среднего помнят, что в советское время до перестройки даже рассматривали анонимки. Ну, то есть, приходили какие-то письма. Сейчас это, наверное, я думаю, что если в электронном виде могут и установить, откуда пришло. Ну, или нет ли опасности, что вот люди, пытаясь, не знаю, там, поссорились с работодателем, не знаю, прогуливают работу и понимают, что их могут выгнать, они просто решат отомстить, начнут звонить по всем этим контактным телефонам в госконцериале. У нас всюду есть сейчас телефоны такие, КНАП, и говорит, что вы знаете, вот так и так, да, реагируйте. И бросают трубку, и вроде бы государственные структуры, ну, как, позвонили, сказали, там, не знаю, взятки дают, зарплаты в конвертер, надо срочно проверить, и в результате начнется вот такая, вот такой процесс, неприятный на самом деле. Происходит и на действующий день, и было анонимные звонки всем структурам, и КНАП, и служба по налогам, и если есть правонарушения, государственные структуры должны реагировать. Но надо понимать, что в отношении конкретного закона вы можете получить защиту от государства только тогда, когда имеется конкретное лицо, которое подало заявление. Мы не можем защитить виртуального гражданина, который... Но вы же реагируете на анонимные сообщения, даже если вы не знаете... Ну, не госканцелярия, но не госканцелярия, Ну, знаете, если вы получаете информацию, например, КНАП о случаях коррупции, они должны реагировать. И потом уже, если информация и подтвердилась, то есть, конкретная институция продолжает работать. Такие телефоны, где можно подать и анонимные жалобы, имеются... Ну, вот после действия закона, если выясняется, что сотрудник доложный, показания, нарушения на его работе никаких найдено не было, что впоследствии? Так, негативные последствия, да, если осознанно неправдивое заявление подано, будет административная ответственность. Да, 700 евро мы предусматриваемся, сейчас законопроект разработан. Ну, чтобы предотвратить... Такие случаи, как вы уже говорили, что сознательно ложные заявления, чтобы как-то расправиться, отомстить вашему работодателю, какие-то личные неприязни и такого рода. Вот поскольку вы сказали о том, что то лицо, которое пожаловалось, если нарушения действительно не были на производстве найдены, тогда он понесет штраф. Я расскажу вам ситуацию, с которой нас познакомил один из слушателей. Мы обсуждали как раз принятие этого закона, и позвонил сварщик, который работает на известном латвийском предприятии, и он пожаловался нам на своего работодателя, который, согласно трудовому договору, получает он, получает зарплату в виде процента от его выполненных заказов. Но, когда его бригада сварщиков уходит после работы, то в ночную смену нелегально приходит работать украинцы ночью. И получается, что эти украинцы выполняют все работы по металлу, а на утро приходит бригада сварщиков, заказов не остается. То есть, фактически, украинцам платят меньше, поэтому работодатели дают всю работу им. А они ничего не могут предъявить, потому что я сомневаюсь, что проверки будут, во-первых, приходить ночью на предприятие. Почему нет? Проверки... Вот что можно сделать в этом случае? Конкретный случай, именно случай, когда надо поднимать тревогу, потому что в интересах общества, чтобы не было нелегальной занятость, особенно нелегалы и иностранцы, которые работают в Латвии. Пограничная служба работает 24 часа в сутки. Там есть специальный иммиграционный отдел. Да, иммиграционный служба, пограничный служб, отдел, который занимается контролем как раз занятости, они придут и факт выявят, и там конкретные последствия. Вопрос будет решен очень быстро. Да, но даже по закону, как мы поняли, там не было нарушений, потому что у них нет разрешения на работу, но они числятся как... Это очень грубое нарушение. Но они числятся как командировочные сотрудники, потому что украинцы могут, допустим, работать в Польше и на командировочных условиях приедут сюда в Латвию. Но мы уже, по-моему, на прошлой неделе или позапрошлой неделе слышали, что такие случаи имелись. Да, люди, которые наняты в Польше, украинцы работают как бы в Польше, здесь имеют командировку, но государственные структуры уже информировали, что в таких случаях они должны оповестить службу по занятости, и это не всегда делается, и в очень многих случаях выявляются нарушения, и конкретная служба придет проверить, имеются ли все документы, и если выявить нарушение, тогда уже. Еще один, наверное, вопрос, который волнует, я думаю, все общество, это вот посвящая реформа в госуправлении, которая рассчитана, я понимаю, до 2020 года, трехлетняя реформа, я знаю, что какие-то работы уже проводятся, основные принципы, которые были заложены в этой реформе, как я понимаю, это экономия, то есть вкладывать в госуправление меньше, второе, это, скажем так, целесообразность, то есть фактически вкладывать соответственно с теми задачами, которые ставятся, и эффективность, что вот здесь уже удалось сделать, что не удалось, может быть, что еще впереди. В целом реформа предусматривала 10 направлений, в которых работать. Основные направления, то есть сокращение числа госзанятых, которые поданы в структурах. Может быть, в числа приведете, например, сколько их было на момент начала реформы в 2017 году. если мы говорим о числах, что государственный сектор, если мы можем так говорить, это немножко меньше одной трети всех занятых. Если мы говорим, две трети немножко более частный сектор, немножко менее одной трети государственный. Но что мы видим в государственном секторе? Да, потому что многие путают. Да, и в государственном секторе там из примерно 280 тысяч занятых, там более 60 тысяч это коммерческие предприятия, Latvia's Zels, Latvia's Past и так далее. 50 более тысяч большие больницы. Больницы, ЦСД, и так далее. тоже структуры, которые занимаются... Капитал-сабедривы. Капитал-сабедривы. Более 110, примерно 115 тысяч это те занятые, которые работают в самоуправлениях. Это школы, детские сады и так далее. И под кабинетом министров примерно 58 тысяч занятых. В том числе и полицейские, и пожарники, и пограничники, и врачи скорой медпомощи, и чиновники, и так далее. И реформа, так как кабинет министров имеет напрямую влияние на те структуры, относится как раз 58 тысяч занятых. Но из них чиновников не самая большая часть. Если мы смотрим по статусу, там немножко более 10 тысяч чиновников со статусом, потому что 58 тысяч включает и полицейских, и наших военных, и сотрудников неотрудной помощи, и так далее. Ну и реформа предусматривала, что в течение трех лет мы сократим число занятых на 6%, каждый год подат 2%. И если мы смотрим первые результаты, что видим, что если мы исходный пункт конец 2019 года, потому что решение правительство приняло в ноябре 2017 года, на февраль этого года сокращение на 2,5% уже, то есть год и 2 месяца 2,5% уже имеется сокращение, так что это реальные сокращения? Да, это реальные. Это не просто какие-то вакансии, да? Нет, это реальная и реформа относится не к сокращению и вакансии, а берем сколько занятых на конкретную дату и сокращаем. А как это происходит? Это сами ведомства, сами министерства решают вот как оптимизировать скажем так процесс? Именно так, потому что в каждом министерстве ситуация индивидуальна, вы сами лучше знаете какими путями, какими методами. Есть общее направление, которое исходит от госканцелярии, например, централизация всех тех функций, называемых поддерживающих функций. Ну, прием бухгалтерии, бухгалтерии. Компьютерные ИТ-специалисты видимо, да? И так далее. Пересмотрение процессов, как говорится, то есть, избавиться от всего лишнего. То есть, вы смотрите на процесс, какой результат вы должны иметь, какая цель вообще того, что вы делаете, и как избавиться от всех этих ненужных действий, которые не дают напрямую какую-то добавленную стоимость к результату, чтобы уменьшить затраты на тот продукт, ну, тоже продукт, который производит государство, услугу, которую предоставляем, чтобы повысить эффективность самого аппарата государства. Как вам все-таки кажется, вот как руководители госканцелярии, вы ведь тоже углублялись во все эти процессы реформы госуправления, с одной стороны, вроде бы 6% вроде бы и мало, с другой стороны, может быть и достаточно. Как вам кажется, нет такого ощущения, потому что если, ну, по этому спросить людей, не знаю, на улице, они скажут, ну, нет, очень много все-таки у нас управленцев, клерков, что такое 6%, надо бы там, как многие политики говорят, что там, не знаю, 10%, звучали даже 20%, вот сколько на ваш взгляд оптимально должно быть, не знаю, по крайней мере, чиновников? То, что относительно числа чиновников, надо понимать, что этот процесс никогда не закончится. Нарея, не закончится в 20-м году. Сейчас мы начинаем с 6%, но уже в конце этого года госканцелярия начнет работать над реформой после 20-го года. И моя цель и задача повесить эффективность государственного аппарата до лучших примеров, которые имеются в Европе. И одна из лучших примеров это Финляндия. если мы смотрим по примеру число госслужащих чиновников на 100 тысяч жителей, тогда одна из самых эффективных государств. И мы должны двигаться в этом направлении, и там дорога еще довольно-таки долгая. 20-30 процентов это экстремально, да, в случае больших кризисов, тогда идет необдуманные сокращения, не думая уже потом, как мы будем предоставлять услуги и какого качества. Но продуманная реформа, которая постепенно повышает эффективность, да, мы должны идти дальше и дальше сокращать число служащих. Вы говорите о сокращении, об оптимизации, подразумеваете ли вы какую-нибудь ликвидацию таких вот учреждений, потому что как показала релизия госконтроля, да, в Латвии существует более 10 учреждений государственных, которые не несут опять же по отчету госконтроля никакой в себе смысл. Сотрудничаете ли вы с госконтролем в этой области? Было названо около 15-17 учреждений таких, среди которых там мы очень тесно сотрудничаем. с госконтролем надо понимать, что таких случаев, что нет никакого смысла в институции не имеется. Вопрос следующий, то есть, если мы выявили институции, в которых нет смысла, тогда ликвидация очень проста, но проблема в том, что если те услуги нужны кому-то, то вопрос, как процесс... например, случай с самым маленьким институцией в Латвии, Латвия институция, которая занимается образом Латвии, брендингом, можно называть, четыре занятых. И вопрос уже рассматривался пару недель назад в правительстве, что там делать, четыре занятых, сто тысяч бюджетов в год, но надо понять при принятии решения, что дальше с ними, как мы будем эту функцию исполнять. И сперва надо понять, что для нас образ Латвии. Это через предпринимателя, то есть через бизнес, через спорт, еще куда-то. И тогда уже понять, в какую институцию присоединить. Или это ЛИА, которая занимается привлечением инвесторов, или через другую призму. То есть вопрос с одной стороны очень прост, с другой стороны, если мы хотим как результат, не просто так, это уменьшить, это сократить, тогда нужно передуманно это делать. В результате реформы понятно и следует, что будут сэкономлены средства, которые, я так понимаю, останутся в ведении самих министерств, тех учреждений, которые находятся под их кураторством. Вопрос, почему эти средства остаются там, допустим, а не возвращаются в основной бюджет на более приоритетные нужды? Так, если мы смотрим о том, что сэкономили, реформа уже началась в 17 году, и в 17 году сократили 513 реальных рабочих мест, и в итоге экономия получилась почти 8 миллионов евро. деньги остались в тех институциях, которые произвели эти реформы. С одной стороны, это стимул для них, чтобы какие-то реформы совершать, потому что если вы совершаете реформы, все деньги уходят куда-то в общую кассу, тогда у вас конкретно институции большого стимула быть эффективнее нет. То есть одна цель стимулировать тех, которые передавки. Другая цель, мы видим, что заработная плата на действующий момент во многих случаях очень неконкретно способна в государственных структурах, и цель реформы тоже дать возможность через превращение эффективности повысить заработную плату. То есть первый этап все, что вы делаете, чтобы повысить эффективность, все средства остаются в вашем распоряжении. Мы можем говорить уже в следующий этап, после 2020 года, когда уже перераспределять какие-то средства, но первый этап, чтобы поощрять инициативу, средства остаются у тех, которые... По сути, эти средства вы говорите сейчас о том, что могут быть использованы на увеличение повышения зарплат госслужащих, чиновников. Одновременно с этим в разрез, как мне кажется, вы планируете выступить с такой вот законодательной идеей снизить объем премий в госучреждениях? Да, то, что мы видим на действующий момент, и анализ, и обзор рынка трудового, что показывает, что на действующий момент имеется большая разница между заработной платой в частном секторе и в публичном. В отдельных случаях в публичном секторе с 2009 года не менялся максимальный месячный оклад, который предусматрирован в законе. И только через доплаты все время мы удерживаем уровень общей заработной платы. И цель этой реформы сократить доплаты и перенести часть из них в основную заработную плату. Здесь большой вопрос. Мы сейчас говорим, у кого не повышались зарплаты. Если мы говорим про медиков, полицейских, которые тоже находятся на государственной службе, да, а если мы говорим про чиновников, у них же зарплата строится исходя из инфляции, заработная плата только у политиков, если можно так говорить, депутаты Сейма, депутаты самоуправления, министры и отдельные независимые институции. госконтроль госконтроль, не КНАП, КНАП тоже нет, ТЕС и БСАРКС, госконтроль, и так, все, другие институции, там фиксированы максимальный оклад, 16 групп, градаций, оклады, начиная с 10 по 16 оклады, с 9 года максимальный оклад не менялся, то есть, как кризис наступил, закон приняли, и он не менялся, и в тех группах, ну, это как бы высококвалифицированные специалисты, руководители отделов, и выше, департаментов, да, у них максимальный оклад не менялся с 9 года, и только с доплатами все этот вопрос решался, и идет упреки со стороны общества, со стороны госконтроля по поводу этих доплат, и тогда надо вопрос в один момент решить. Что это повысит оклады после тогда, да? Ну, просто сделать нормальную систему, делать так, что мы не меняем заработную плату 9 лет, и просто все время повышаем доплаты. Вот тогда такой вопрос может возникнуть, вы, наверное, правы, да, все эти системы наудо сбавлаз и так далее, которые делаются, чтобы чуть-чуть хотя бы поднять вот этот доход, с одной стороны, с другой стороны, вот, если с учетом этих доплат, мы видим по данным государственного управления статистики, уже сейчас вот в этом общественном секторе зарплаты средние выше, чем в частном секторе, да? Ну, это как-то с одной стороны странно? Ну, там надо смотреть в детальных. Если мы смотрим цифру средняя заработная плата, ну, есть такая поговорка средняя температура в больнице. мы имеем подробный анализ, уже несколько лет госканцелярия производит анализ трудового рынка, имеется частные компании, которые очень детально сравнивают публичный и частный сектор. Каждую группу, которую я упомянул, 16 групп занятых, и каждую группу сравниваем с частным сектором. то, что мы видим, да, те занятые, которые технические, то есть, мало квалифицированные, там мы конкуренция с частным сектором очень хорошая, да, мы конкретно способны, но начиная с квалификации, то есть, тем более квалификации занятых, тем больше разница, и частный сектор опоряжает публичный, я не буду говорить от их категории занятых, как, например, IT-сектор, где мы вообще не конкуренции с частным сектором, но проблема в том, что мы видим, что в отдельных случаях до 50% в частном секторе заработная плата выше, но это касается высокой квалификации занятых, частный сектор очень хорошо поощряет и оплачивает высокую квалификацию. Но вы знаете, что опрос населения из КДС, который проводил, оно свидетельствует абсолютно о другом, что более 55% населения считает, что самая привлекательная работа это в госсекторе, а не в частности. Я знаю про этот вопрос, этот вопрос и что он означает. Мы даже поинтересовались в СКДС, как он производит. То есть, это вопрос населения, как вы думаете, где лучше работать. И там разноценений может быть очень много. Одно из разноценений, есть такая поговорка, у соседа трава зеленее. Я в частном публичном секторе не работал, но я думаю, что там лучше. То есть, один стереотип. Другой, что да, ситуация неоднозначна в конкретных случаях. То, что мы видим в регионах, государственный сектор очень хорош, то есть, лучше конкурирует с частным сектором, потому что в государственном секторе оплата труда не зависит от того, в каком регионе вы работаете. Частный сектор очень смотрит на трудовой рынок, то есть, если вы можете платить меньше, зачем платить больше. То есть, в регионах, если есть какие-то вакансии, они заполняются в государственном секторе очень хорошо, в Риге большие проблемы с рабочей силой, в государственном секторе. Это одно. другое, если надо смотреть по конкретным категориям занятых. То, что в государственном секторе лучше, это гарантии, то есть, если имеется день выплаты, заработной платы, тогда она выплачивается, налоги уплачены, социальные гарантии и так далее. Частный сектор во многих случаях грешит с этим. Есть другие юридические формы существования, в том числе хозяйственной деятельности, в отличие от государственного сектора. Поэтому я говорю сейчас по плате налогов, будь то это СИА, либо микроузнемус, да, все эти, которые не предоставляют ту совокупность гарантий, которые имеются нормальные, занятые, которые работают на трудовом договоре, будь то частный или государственный сектор, да, в тех случаях занятые видят, что лучше иметь совокупность гарантий, которые предоставляет государство, и, как я говорил, государство это надежный работодатель. Если есть выплаты заработной платы, то она будет и в конкретном обмире. Да, может быть меньше, чем в частном секторе, и это зависит тоже от категории занятых. Женщины больше предпочитают стабильность, мужчины, молодые люди, они готовы на больше как бы не риска, но предпринимательство. на это наверное нам надо заканчивать, подсказывает наш звукорежиссер.